Приветствую вас, Галина. Давайте разбираться в том, что вы написали. Вы говорите, что я не знаю, как быть. Как быть, чтобы что, Галина? Вы описываете определенную ситуацию, вы описываете свои определенные поступки в этой ситуации. Ну, свои какие-то решения конкретные. Вы рассказываете нам о том, как вы поступили. Что, как бы, говорит о том, что у вас, ну, довольно четкая позиция, в общем-то, есть. Вот. Но, при этом, вы не формируете никакой цели. Поэтому, как быть, ответ на ваш вопрос, как быть, напрямую зависит от того, что является для вас целью. То есть, как быть, чтобы что. Это первое. Второе. Я работал в магазине года 3-4, работал неофициально. Галина, по какой причине вы работали столько времени в магазине неофициально? По какой причине вы настолько, ну, может быть, себя недооцениваете, я не знаю, или что-то еще? Я думаю, вот, что считаете для себя возможным работать неофициально. То есть, по сути, в то время, что вы работаете, да, работали, ну, работали, не вас. Это не идет вам в ваш стаж. Понимаете? То есть, по какой причине так? Если у вас явная недооценка себя. То это означает, что вы считаете себя, вероятно, ну, плохой, например. Или, может быть, вы считаете себя недостойной. Принижаете себя, да? Вот. Дальше. Так получилось, что я заболела и договорилась, что пока не буду работать. Прошел месяц, меня выдергивают на работу по телефону, я сказала, что выйду на следующий день. Давайте разбираться. Вы говорите, что так получилось, что я заболела. Чем вы заболели? Вы говорите, что я договорилась, что пока работать не буду. В принципе, правильно. Но почему не были обговорены сроки того, сколько вы не будете работать? Как правило, для лечения болезни, ну, необходимо там, ну, неделька, ну, может быть, две. Вы говорите, что прошел месяц. То есть, месяц вы не работали. И вы считали, вы считали и считаете это нормальным? Как вы относитесь к тому, что вы не работали месяц? Далее. Вы говорите, меня выдергивают на работу по телефону спустя месяц. Как вы считаете, справедливо ли вас выдергивают на работу? То есть, как вы сами считаете, правильно ли это или неправильно, что вас, ну, выдергивают на работу спустя месяц? Сами вы как к этому относитесь? Вот. Далее. Вы говорите своему начальнику, что выйдете на следующий день. По какой причине вы ему так сказали? Зачем вы ему так сказали? Вы испугались, вам стало страшно. Вы же его, получается, обманули. Но обман становится возможным тогда, когда человек не принимает сам себя. Или когда человек пытается сказаться, а не быть. То есть, вам здесь нужно определить для себя, что побудило вас сказать то, что вы выйдете на следующий день, хотя в действительности на следующий день выходить вы не забирали. Дальше. Дальше. Я не вышел на работу, на следующий день я не вышел на работу, так как решил долечиться. Хорошо. А вы решили долечиться, допустим. Но вы не позвонили начальнику, не предупредили его об этом. Опять же, почему? Вы чего-то боялись. Вы чего-то опасали. Что-то для вас было страшно. Ну, страшно что-то для вас было. Какая проблема здесь имеет место быть для вас? Просто подумайте, я не ставлю цели, да, не ставлю цели вас обвинять. Я не хочу, не хочу вас обвинять. Вот. Я хочу просто понять вас и хочу, чтобы вы себя поняли тоже, что произошло. То есть, вот, вы месяц не работали. Знал ли начальник о том, значит, что это была за болезнь у вас, которая не позволяла вам работать месяц, да? Предоставили ли вы ему какие-то данные об этом? Как вы, кстати говоря, относились к своей работе вообще? То есть, ну, нравится она вам или нет? Именно работа, именно работа, понимаете? То есть, нет ощущения, что вы дорожите своей работой. Нет ощущения, что вы, ну, например, не знаю, боитесь ее потерять, например. Нет, нет, нет такого чувства. Понимаете? А ведь это тоже важно. Понимаете? Дальше идем. Так, начальнику я не позвонил, а телефон отключил. Почему? Понимаете, дело не в том, что вы правильно поступили. Дело не в том, что вы неправильно поступили. Дело совсем не в этом. Дело в том, что вы так поступили. И у этого, у того, что вы так поступили, есть свои причины. То есть, меня, меня интересуют причины, по которым вы решили так поступить. Вот. И не более того. А правильно или неправильно, это уже обвинение. Вас, ну, как бы, вы обвиняете себя. Обвинение ни к чему хорошему не приведет, но, но, дает вам определенную выгоду. То есть, обвинение вам чем-то нужно, что-то оно вам дает. Вот, предлагаю вам подумать на эту тему, да, вот, что вам дает обвинение в себя. То есть, обвиняя себя, вы что получаете? Обвиняя себя, вы какую цель достигаете? На первый взгляд, вроде бы, никакую, да, на первый взгляд. Но, в действительности, конечно, какие-то из целей вы реализуете. Например, бег от ответственности. Например. Например, вы, таким образом, снимаете с себя ответственность за то, что происходит. На то есть, вот, вы обвиняете себя, сказали, всё, ой, я неправильно, всё, я неправильно поступила, я такая, прям, плохая, и всё. Ну, хорошо. Хорошо. Вы, допустим, ну, допустим, вы плохая. А делать-то что дальше с этим? Проблема то вот не решаются, да, от того, что вы, эээээ ... плохая. И, дальше. Значит, ээээ... Я ему ничего не объяснила и испугалась звонить и отвечать на звонки. А почему испугалась? Вот вы говорите, что я решила долечиться, отключила телефон и не отключала звонки. Вы знаете, есть здесь, есть, есть здесь явная подоплёка, то есть мне кажется, мне кажется, что здесь есть что-то, чего мы не знаем, здесь есть что-то, о чём вы не говорите, здесь есть что-то, что вы опускаете, есть здесь что-то, что вы искажаете. Ну я правда ещё раз повторю, я не знаю, что именно вы искажаете, но то, что вы искажаете что-то, это факт, потому что, ну не может человек на пустом месте, на ровном месте просто взять и предстать отвечать на данный коначальнику, особенно если он дорожит своей работой. То есть, либо вы своей работой не дорожите, либо вы чего-то боитесь, либо вы просто не привыкли защищать свои желания, свои потребности, да? Вот. Теперь я не знаю, что делать. Опять же, что делать, чтобы всё? Меня тянет на прежнюю работу. На какую прежнюю работу? Что такое прежняя работа? Работа до этой, то есть, вы до того, как стали работать вот там, где вы всё записываете, вы работали где-то ещё, а почему вы тогда ушли оттуда, если это, ну, если вы об этом говорите? Давайте подумаем, тогда нужно выяснять, почему вы ушли, может быть, у вас есть какие-то проблемы с построением, значит, значит, своей трудовой деятельности, кто знает. Если вы говорите про то, что вас тянет на прежнюю работу, подразумевая вот эту, то почему прежнюю? Вы считаете, что вас уже уволили, ну, поэтому, что вас больше не позовут на неё, на эту работу? Может быть, но опять же, если вас тянет, да, тянет, как вы говорите, то не может просто тянуть. То есть, вы что-то хотите. Меня очень интересует, что именно вы хотите. Что именно вам нужно? Что именно вас привлекает в работе? Ведь получается, что вы всё-таки работать-то хотите, получается, но если вы хотите работать, то ваше поведение, оно, оно нелогично. Нужно выяснять. Так, чувствуете себя виноватой, за что? Вот за что вы чувствуете себя виноватой? Знаете? Ведь вы что-то сделали, вы что-то сделали. А если вы что-то сделали, что это значит, что вам это для чего-то нужно было. Но для чего? Вы будете чувствовать себя виноваты ровно до тех пор, пока не увидите своих желаний и не примете их, не скажете, да, я этого хотел. Чего-то. Чего-то. Я чего-то хотел. Может быть. Может быть. Я выбрал, ну, не совсем правильный способ, да, путь удовлетворения своего желания. Может быть. Это не то, что я хотел получить, допустим, в итоге, говорите вы. И в этом случае, в данном случае, это нормально. Но вы делаете вывод, понимаете? И делая вывод, вы для себя решаете, что так поступать, например, больше не будет. Так. Хочу бы извиниться, но боюсь. Опять же. Чего вы боитесь? Откуда такая у вас неуверенность в себе? Давно ли она у вас? Эта неуверенность в себе. Как часто она проявляется? Эта неуверенность в себе. Понимаете? Вот. Это тоже все нужно разбирать. Уберем неуверенность. Уберем неуверенность. Смотрите лучше себя проявлять в отношениях. Дальше. Вы говорите, а посоветуйте что-нибудь. Посоветовать что-нибудь для чего? Это первое. Второе. Психологи не дают советов. Калина. Психологи анализируют ситуацию. Выявляют проблемы и помогают человеку эти проблемы разрешить. Мы не даем советов. Понимаете? Нельзя давать вам совет. Например, взять, пойти и извиниться. Да? Не зная того, какая вы. Не зная того, кто вы. Не зная того, что у вас за проблемы. Вот у вас есть, например, страх. Страх. Да? Страх. Ну вот. Вы боитесь. Вы боитесь, например, там, ну, начальника, да? Вот своего вы боитесь. Допустим. Вы по какой-то причине отказываете ему. Вы отказываетесь идти, там, на работу. Вот. Вы отключаете, значит, там, ну, телефон. Вот. Но у этого же есть причины. И как вам можно что-то советовать, не зная этих причин. Понимаете? Какая история. Поэтому я думаю, что вы здесь просите того, что вам навредит. Я очень надеюсь, что никто советовать ничего вам не будет. И, наоборот, очень надеюсь, что вы найдете время и приложите усилия для того, чтобы понять, что за всем этим стоит. То есть, что стоит за вот этой вашей такой нелинейной моделью поведения. Начать я бы хотел с того, зачем вы вообще на работу пошли. То есть, вы от нее хотели получить чего? Что вы хотели от работы получить, получить от своей? Что вы хотели реализовать через работу? Пошли ли вы на нее по нужде или по желанию? Почему за три или четыре года, как вы говорите, отпуска вы себе не взяли? Вот. Это очень важный аспект. Понимаете? Вот. То есть, вот эти вот моменты, их всех нужно, как следует, разобрать. И тогда уже можно будет говорить о каких-то рекомендациях. Вот. А сейчас это, на мой взгляд, не более чем, знаете, это не более чем стычок в небо. С пальцем. То есть, вы хотите, чтобы мы вам рекомендовали, ну, посоветовали что-то при этом, не знаю вообще, что происходит там, что у вас. Вот. Ну, одну рекомендацию я вам, думаю, все же дам. Одну рекомендацию все же дам вам. Рекомендация будет такая. Подумайте, что для вас, какое значение для вас имеет работа, ваша работа. Вот. И если она для вас имеет значение большое, если она для вас важна, работа. Вот. То я полагаю, что вы примите решение о том, что вы готовы сделать для сохранения себя на этой работе. Вот. Я думаю так. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субботу. Спасибо за субботу. До новых встреч. Спасибо. Продолжение следует...